Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как построить дом в один блок в Майнкрафте Покседишн. Сегодня вместе с вами, именно с вами, мы построим такой дом, который будет состоять всего лишь из одного блока. Ну что ж, для этого, во-первых, нам нужно построить основу, которая будет состоять, к примеру, из досок. Наверх мы ставим половину каменной плиты, размещаем вот так наши двери. Я знаю, что двери вы можете заменить и поставить совершенно другие. И вот так у нас получается коробочка в один блок. И я знаю, что вам придется сломать основу, и, друзья, это всё выглядит в один блок. Но, к сожалению, вам придется зайти внутрь, и внутри дом будет выглядеть уже намного больше. Вы копаете вниз примерно на 5 блоков глубину до 3, 4, 5. Всё, друзья, теперь нам придется всё выравнивать и расширять до такой степени, чтобы здесь можно было и вправду поселиться, и даже поспать, приночевать, или даже остаться на всю жизнь в Майнкрафте. И, друзья, я знаю, что это уже не тянет на один блок, но снаружи же он выглядит на один блок. Да-да, вы даже не поспорите с этим. Но, если вы будете играть на сервере, то здесь придется немного помучиться, особенно с приватом такого дома. Поэтому, возможно, на сервере такой дом не годится. Хотя, если хотите сэкономить ресурсы, то именно такой метод вам понадобится. Ладно, что ж, ставим сюда камень. Друзья, берём обожжённую глину, к примеру, жёлтую обожжённую глину, ставим её вот так, и под низ ставим кварц. После чего вы разместите ступеньки, а по низу мы опять же размещаем наш кварц. И это у нас некий дизайн, модерн-стиль, как-то он так называется. А, углубляться уж в историю мы не будем. Вот так, друзья. И что ж, а теперь мы делаем наш пол. Пол, к примеру, я сделал из берёзовых досок, потому что выглядит это довольно красиво, и мне это нравится. Так, и, друзья, собственно, это и вправду классно. Что ж, теперь нам нужно сделать стенку. Ну и, конечно, потолок. Потолок сделаем опять из глины, ну и стенки мы тоже сделаем из этой оранжевой глины. Вот так, теперь мы ломаем нашу стену. Так, и везде, где вы видите камень, траву вы заменяете именно на глину. Но, может быть, у вас будет килипичный дом, я не знаю. Но, в моём случае, пока что вот такая глина. Ладно, друзья, как видите, дом получается довольно красивым. И, надеюсь, такой способ понравится каждому, потому что это и вправду экономит время. Хотя, это вот даже похоже на бункер. Да, друзья, это и вправду мы делаем какой-то бункер. Ну что ж, теперь нам понадобится сделать освещение. Повторяйте, за мной мы ломаем вот так. Так, стенку опять замещаем на глину. Вот таким образом, друзья. Ломаем здесь. И теперь прокапываем вверх один блок. Всего лишь один блок. И это у нас будет как бы дымоход. Уже те, кто поняли по названию, точнее того, что я сказал, вы поймете, что я уже собираюсь сделать. Размещаем адский камень, поджигаем, у нас получается освещение. Сюда мы размещаем наше стекло. И, друзья, вот у нас появился бесконечный источник света. И, кстати, банджанка никак не поправит баг с выбрасыванием вещей. Меня это очень бесит, потому что, когда я что-то строю, моя вещь обязательно выкинется. И мне придется ее подбирать заново или вообще залазить в инвентарь. И это просто ужасно. Ну ладно, здесь в скором времени это исправят. И сюда мы тоже ставим адский камень, поджигаем и ставим стекло. Хотя мы забыли одну деталь. Так, ломаем. И, друзья, выглядит это просто красиво. Теперь сюда вы можете разместить сундуки. Конечно, вы их можете спрятать. Ну и, друзья, теперь осталось разместить кровать, перестак, печку. Но мы разместим только кровать. Остальное вы сможете сделать сами. Да, вот и дом в один блок готов. И выглядит это просто эпически. Поэтому, друзья, можно на этом уже закончить. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Вот так вот. Спасибо. Почему? Пока.